Субтитры создавал DimaTorzok 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 Он предпочитал со мной общаться только через секретаря Потому что я просто уже встал на горло Говорю, ребята, ну надо показывать Потому что люди-то придут, правильно? Потому что заранее же это отговаривается Просто не ожидал, что такой фильм могут запретить показу Ну, а мне пятого уже сообщают Полдесятого утра мне уже сообщают Вот это абсолютно официально. Ну, я лично думаю, как наши чиновники с перестраховкой очень любят. Я помню, как запрещали, раньше в советские времена были у нас фильмы, когда выступали наши советские актеры, которые предпочитали, так сказать, переехать на Запад, и хорошие фильмы мы порой не видели. Так и в этот раз, когда в самом начале фильма капитан Титаренко, Леонид Быков, шикарный актер, действительно человек, который любил Украину, что там говорить. Он любил вообще весь наш русский мир. Нет, но Украину он любил, потому что его от этих фильмов, как он играл того же Максима Перепелицу, это же вообще просто. Кстати, Перепелицу Максиму я тоже показывал, слава Богу, мне его не запретили тогда. Там просто единственный какой момент, и я сказал, это публично там был, это когда в начале фильма капитан Титаренко, Титаренко, который исполнял Быков, говорит, что вы видели? Те говорят, что видели? Ну, что видели? Ну, вы видели там что-то там, что? Ну, кресты видели там это, что? Он говорит, ребята, мы же сегодня над моей Украиной летели. А что, ну, земля как земле? Нет, ребята, и земля зеленее. Трава зеленее. Понимаете, и воздух другой, и небо голубее. То есть, вот с такой вот любовью он, я говорю. Тоже против того, чтобы человек любил свою землю. Вот, я про то и говорю. Все, что крамольного там есть. А больше ничего там крамольного нет. Ну, и песню еще этого его друга, да. Ну, нет, ну, ладно, песню мы возьмем, но там главное восхваляется, это самое, любовь к Украине. А песня так что она? Что толку песню закрывать? А ты считаешь, чиновники перестраховались вот из-за... Да, да, просто хотят как бы угодить Кремлю. Ну, и вот начинаются вот это вот непонятные какие-то ужинки. Фестиваль украинского, понятно, фестиваль украинское кино. Да еще человек говорит такое, с большого экрана. Ну, я бы сказал, что если бы все люди были такие, как они быков, то никаких проблем в нашей стране не было вообще. Он согласен. Хотя тут же, 9 мая он подказывался, этот фильм. Да это понятно, Сергей, ну ты не объясняй людям, что такое бой идут от нестарики. Вот честно говоря, здесь можно только поиронизировать над этим решением чиновников, понимаешь? Я не думаю, что они запрещали этот фильм. Просто, Женя, вот это я так и иронизирую. А тогда я был просто в шоке. Ну да. Вот просто в шоке. И когда я получил этот документ, и понимаешь, не указано это почему. Даже причина отказа не указана. Понимаешь? Вот как так? То есть они даже себя не утруждают причина. Просто, знаешь, как у Портоса. Я дерусь, потому что я дерусь. Ты правильно сказал, чиновник перестраховывается, потому что он перестраховывается. Почему? Потому что он видит Культурный фонд Украины. Значит, он понимает, что этот чиновник понимает, что все, что связано с Украиной сегодня под таким вопросом и под пристальным вниманием, может быть даже определенных структур. Ну, этому тоже есть объяснение, я тебе скажу. Но чиновник берет и тупо отменяет все, что за этим стоит. Понимаешь? Вот и все. Вот что получилось в этом случае. Получилось смешно. Отменен фильм. Ну, Женя, это не смешно. Честно скажу. Мне тогда было не смешно. Который является культовым фильмом героики вообще нашей, вообще всей цивилизации общей. Да, советской. Советской цивилизации. Которая нас объединяет. Общей нашей цивилизации. И главное, Женя, я показывал в фестивале украинское кино, вот именно то, что нас объединяет. Вот эти фильмы, которые снимались у нас на Довженко еще. Много очень старых фильмов. Мне еще говорили, в вину говорили. Говорят, ну почему ты, говорит, очень много показываешь советские фильмы. Или тебе не пошел на просмотр этих фильмов? Нет. Никто не пошел, да? Нет, нет, нет. Нет, у меня нет. У меня в начале было на открытии. Складывается впечатление, что ты там что-то такое очень враждебное, наверное, показываешь. В начале у меня только в открытии, когда пришли, когда те незабытых предков, когда мы показывали, там был человек. И все. А после этого, как отрезало, хотя я там и это, и афиши вешал в Министерстве культуры, кстати, потом что-то за неделю у меня почему-то и сорвали эту афишу. Я говорю, как так? Ну, дросси. Получается, ситуация очень грустная. Понятно, идет противостояние. Противостояние очень жестокое. Политическое, военное, внешнеполитическое и так далее. Но, казалось бы, при этом наши народы, которые все равно остаются близкими и братскими, несмотря ни на что, они должны искать между собой какую-то точку соприкосновения. Продолжать искать, почему мы с тобой постоянно здесь встречаемся, почему мы говорим, спорим там чуть ли не позитивно посинение. Но мы ищем вопросы, которые могут в будущем все-таки нас объединить. И мы-то с тобой объединимся, найдем точку зрения. Мы ищем вопросы, на которых может объединиться наши, как бы, сегодня... Ну, чтобы, по крайней мере, мы хотя бы не разъедение... Народы, которые, да, получили какие-то внешние непонятные установки на то, чтобы быть разъединенными. Но ведь и сила-то напряжения в том, что не разрываются народы, а сила напряжения в том, что чем сильнее нас пытаются разорвать, тем сильнее сила сопротивления. Вот и происходит противостояние. И поэтому мы с тобой ищем вот эти точки. А чиновник, он берет, приходит и рвет вот эту вот пуповину прямо-прямо, ему все равно. Ему все равно, да. Он просто страхуется. Он просто страхуется. Лишь бы только вот красиво... Это мы фиксируем. Фиксирую еще то, что... Сам видел один из фильмов, который ты показывал. Казалось бы, фильм о Прикарпатье. Прикарпатье, времен, которые охватывают и до Пакта Молотова-Риббентропа, и после, когда присоединилась Прикарпатья к Советскому Союзу, и времена войны, и сразу после войны. Вот такой... Там именно, это Буковина именно тогда. Я и говорю, Прикарпатье, это Буковина, Прикарпатье, да. Это как раз вот такое вот в глазах, казалось бы, людей, живших в СССР, как раз вот гнездо, вот бандеровщины, вот это вот все. Да, гнездо, вот такое осиное гнездо, где как раз вот эти вот происходили... Стереотип, так сказать. Да, стереотип. Что в этом фильме показано? В этом фильме играет великолепный наш гениальный Богдан Ступко. Играет он как раз одного из братьев, который пошел к бандеровцам. Один там брат был, воевал за... Два брата воевали за советскую армию, а он был бандеровец. Такой трагический фильм. Конечно, фильм показан так очень ярко. Он показывает быт, он показывает нравы народа, характер народа. Культуру ты там видел, особенно как этот свадебный костюм, помнишь? Вообще интересно, вот это вот, казалось бы, мы думаем, христианск, кто там и так далее. Оказывается, ведь не так все просто. Оказывается, при Карпатии есть даже свои шаманы, между прочим. Там не все так просто. Там ведическая культура очень разбита. То есть, и вот эти все символы, эта вся культура, это вот в этом фильме так здорово показано, действительно. И Ступко-то играет великолепно этого бандеровца, и он показывает трагедию этого героя, который все-таки теряет связь со своим народом, и народ его, в конце концов, делает ему осуждение и отвергает его. И он просто пускает себе пулю в лоб, по-моему, да? Ну, такой же смысл фильма. То есть, там, казалось бы, ничего такого не про бандеровского нет. Это трагический фильм. Судьба человека просто. Судьба человека, да. Попадает, вот как, я говорю, я показывал фильм этот, Господи, «Карпатское золото». То же самое, там человек тоже попадает. Человек даже служил в дивизии Галичина, и в итоге там он умирает. И там люди плакали, выходили. Люди, знаешь, меня так благодарили, вот со слезами на глаз, и мы спасибо, что вы нам это показали. А до этого, ты говоришь про культуру, у меня был фильм «Те незабытых предков». Это вообще был такой фурор, люди так были вообще шокими. Тоже вот это вот, именно вот культура. Вот та редкая культура украинская, которая не показывается вот на широком экране, а мы ее все-таки затели в этом фестивале. Вот о чем я всегда говорю, ты, конечно, всегда говоришь о том, что Украина – это Украина. Я говорю о том, что Украина, Россия – это общий цивилизационный, культурный, культурное поле. Значит, я думаю, ты в душе со мной все-таки согласен. Значит, и фильмы, которые ты показываешь, все-таки говорят об этом. Да, я говорю, что это нас очень сильно связывает, вот в чем дело. Нельзя сегодня вот таким вот решением, таким вот просто рощерком пера брать и уничтожать то, что еще делается для сближения и для все-таки примирения. Конечно, конечно. И я считаю, что это поторопились. Я тут просто выступал тоже, я говорил, говорю, война – это вообще глупая вещь. А эта война, когда ведется между братскими народами, это вообще страшная. Это вдвойне глупая вещь. Ну, твоими бы устами, твои бы уста, уши некоторых пейти. Ты знаешь, у нас там, где правят деньги, когда все меряется определенными денежными знаками, очень трудно добиться какой-то истины. Я думаю, этот вопрос мы закрыли. Да, спасибо, Сергей. И я считаю, что то, что ты делаешь в рамках своей культурной вот этой миссии, ты делаешь все правильно. Стараюсь, по крайней мере. Кстати, каждый вот этот показ, я говорю, вы понимаете, люди не ожидали, что… Говорю, королева бензоколонки. Вообще, казалось бы, ну, комедия легкая. Оказывается, многие некоторые говорят, знаете, был, говорит, там, она, говорит, недалеко от Киева находится, то есть вот эта вот бензоколонка, то есть она существует, эта бензоколонка. Это не просто там, откуда-то все это взято. Понимаешь? И снимались эти фильмы, и люди не ожидали, что настолько переплетены наши культуры, что нас сейчас вот пытаются, понимаете ли, там, либо в общий мешок скинуть, и то есть вообще обезличить. Понимаешь, даже вот украинская культура, ты сам же заметил, сколько оттенков культуры, да? Конечно. Только оттенков, то есть Волынь, Львовщина, вот Прикарпатье, Закарпатье. И каждый, каждого… Сентарная Украина, Южная Украина. Да, 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 то есть у каждого определенный вот этот вот свой культурный именно пласт. И отрицать его никак нельзя. Ну, видишь, некоторые отрицают и говорят, вот надо все под один класс подвести на Украине. Ну, да, это, я скажу, ну, как говорил, помнишь, этот Камни Мухтар, дураков везде хватает, правильно? Ну, да. Вот так вот. И у нас, как ты понимаешь, их в Новосибирске, в Министерстве культуры… Ну, ты понимаешь, у нас в Министерстве культуры может назначать какие-то странные оперы, какие-то странные выставки и в то же время отрицать совершенно нормальные вещи. Ну, вот, вот я и думаю, что-то вот какой-то логики нет. Логики нету. Ну, ладно, ладно, давай ко второму вопросу. Значит, интересный вопрос, он такой живой, он политический. Значит, это оживление в нашей городе демократических структур, демократических сил и оживление связано с приездом, точнее, в связи с этим оживлением связан приезд таких одиозных личностей, как Касьянов и как Навальный, который был здесь в прошлое воскресенье. Значит, и то, что ты оказался как раз вот в центре вот этих событий. Я и на этих, я везде был. Значит, да. Так что лично очевиден всего. Поэтому все мы с тобой прекрасно понимаем, что та идеология, которую несут в себе люди, собравшиеся в изборском клубе, она конкретно противоположна той идеологии, которая предполагает вот эти демократические силы. Но так как мы имеем с тобой возможность разговаривать нормально, культурно, мы попытаемся выяснить вот эту психологию. По крайней мере, мы друг друга уважаем. Да. Мы постараемся вынести психологию этого момента. Расскажи, пожалуйста, как, что, что можешь рассказать, расскажи. Ну, а что там рассказывать? Навальный выступал в это воскресенье на набережной Новосибирске. С Касьяновой начнем. А, с Касьяновой. Ну, встретились в Мариоте. Ну, правда, конечно, ты с ним встречался, да? Я с ним, да, я с ним встречался, вот как с тобой. Ну, не так, как с тобой, но все равно. Нет, и так же подходили немного, говорили, да. Нет, ну, я имею в виду, что с ним так долго не посидишь, потому что там слишком много было народа и прочее. Ну, у нас просто с тобой чисто такая спокойная беседа в узком кругу, я бы сказал. Ну, там сначала встречу в одном месте назначили, но туда подтянулись бородатые, красивые, такие интересные личности. Да нет, не демократы, так называемые казаки, так называемые казаки, нодовцы, так сказать. Да, 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 запасы, которые там с яйцами были, потом с американским флагом для сожжения. Кстати, в итоге там потом нам позвонили, его сожгли все-таки. А яйца Навальному достались, кстати? Ну, нет, ну, Навальному они вряд ли бы те яйца достались, потому что к тому времени они уже все стухли. Ну, потому что, скорее всего, съели их, потому что они там, ну, постояли, постояли, мы туда встречу там отменили, поехали в Мариот. В итоге в Мариот, ну, слава Богу, хоть у них ума хватило, Мариот с яйцами не закидать, это был бы вообще шок для иностранцев. Если можно, цель приезда, значит, с Касьяновым? Ну, он просто, то есть, он встречался с оппозицией, просто встречался с нормальными людьми, так сказать, оппозиционными, нынешней, вот, Единая Россия. В связи с будущим выбором? Да, законодательное собрание Новосибирского. То есть, он определял определенное ядро, которое может идти на эти выборы? Да, да, да. Нет, ну, определял, он просто знакомился, будем так, не то, чтобы определял. Такого у него не было. Он просто знакомился, что есть такие люди, ну, знаешь, лучше, как говорится, один раз увидеть, чем сто раз услышать. Ну, ты один из тех людей, которые, в принципе... Да, я там был на встрече с ним, там у нас было, ну, человек около 30 на этой встрече. Вот, то есть, нормальные, то есть, там были, конечно, Парнас были там, ну, то есть, вся демократическая вот эта коалиция. Парнас, яблоко? Нет, яблоко не было. Не было вообще. А сейчас, когда приехал Навальный, значит, вокруг собрались уже и яблочники, да? Не, ну, там были яблочники, я знаю, потому что они хорошие люди, я с ними тоже контактирую. Потому что я не вхожу ни в яблоко, ни в Парнас. Я просто, так сказать, да, у меня своя система, так сказать. Моя главная идея, это украинская культура, то есть, и нормальная дружба между русским и украинским народом. Как ты думаешь, вот в составе этих демократических сил может происходить нормальная дружба между русским и украинским народом? Ну, пока вроде мы ладим. Кто? Ну, там же и русские, то есть, демократические, это коалиции находятся. Я же, я же там не, не, там же что-то, там не все же украинцы, там и прочее. То есть, ты считаешь, что вот ваше направление, вот украинская культура и так далее, может ладить только с демократическими силами? Нет, не обязательно. То есть, мы можем ладить со всеми нормальными людьми, которые, то есть, ну, не пропагандируют, вот это вот сейчас у нас определенное, ну, сам понимаешь, только что мы это уже прошли. Не пропагандировали, не разжигали. Не разжигали, да. Чтобы хотя бы не разжигали вот это. Потому что политические и военные вот эти аспекты, они, конечно, должны решаться, но решаться без разжигания извне. Да, потому что, да, потому что, я говорю, как бы там что ни было, ребята, а жить нам все равно вместе. Я говорю, как мне иногда провокаторы тогда говорили, говорят, на показе моего художественного фильма тоже, ну, там, я же встречаюсь со зрителями, и все, как бы там ни было, что. Ну, там, кстати, звучат перед показом всегда украинские и российские гимны со словами. Потому что, потому что, вдруг российский гимн без слов, это уже получат советский гимн, правильно? Все со словами. И они вместе там звучали. То есть, я говорил о мире. И мне там один задал вопрос, говорит, а вы, говорит, почему, говорит, я говорю, ну, я говорю, вообще-то, говорю, вот, глупо. А почему, говорит, вы здесь не хватаетесь за оружие и набиваете, чтобы в России был украинский язык государственный? Я вот стою, Евгений, и мне так раз говорю, а мне зачем это надо? Жили, зачем мне это надо? Вот только даже чиновник, я соображаю, я говорю, только я скажу вам, как чиновник, ведение, вот это дело производства на двух государственных языках, это затраты. Да, и зачем мне здесь украинский язык, мы и так, если надо, общаемся, и так культуру мы здесь проводим, правильно, и все. И мы проводим ее без какого-то разжигания, то есть ненависти по отношению к русским братьям. Ну ладно, понятно, Сергей, мы зафиксировали, спасибо, что ты откровенно просто все сказал, значит, то есть ты идешь, я так понимаю, возможно, что ты пойдешь на выборы этих объединенных демократических, ты кандидат, да? Да, я кандидат от демократических сил. От объединенных демократических сил здесь в городе Новосибирск. Значит, проалиции, демократические коалиции. Эту коалицию зафиксировали своим посещением Касьянов и Навальный, что является определенным штрихом таким, для всех понятным. Кстати, вот с Навальным встреча, вот она на набережной была, там очень много народу было. Ну, насколько я слышал, там человек 200 было. Нет, там не 200, там больше гораздо было, но тысяча там была точно. Потому что там вот этот отгородили сначала варьеры, то есть вокруг памятника, он весь был забит людьми. И там на пригорке, там все это сам, там все было забито людьми. То есть это даже за пределами вот этой вот отгороженной зоны. То есть люди, люди это... Я не думаю, что все люди, которые были за Навального, значит, они там все забили. Нет, ну нет, конечно. Было бы интересно, посмотрите. Нет, просто некоторые, конечно, некоторые было интересно, из любопытства. Ну, честно скажу, при такой жаркой погоде, это не просто любопытство. Потому что многие предпочли бы там купаться или что, потому что погода была жаркая, вообще ужасно. А там на набережной просто солнце полило вот нещадно. Потому что людям раздавали зонтики, чтобы, не дай бог, ничего случилось. То есть там вода была, то есть, ну, мало ли что. Потому что действительно мог и солнечный удар что-то получить. Тем более на пригорках там хотя бы была тень, там эти деревья были. А не так, как Александра Третьего, там только одна тень от него падала. В принципе, Сергей, будет, вот у нас скоро произойдут выборы. И, в общем-то, вот распределение вот этих вот сил в обществе, оно будет сразу видно, выборы покажут, да? То есть в процентном отношении мы все увидим. Нет, в процентном отношении мы увидим. Но там, я говорю, вот когда нодовцы, конечно, выступали, это было вообще ужас просто. Когда вот такие колоритные личности, одетые. Давай не будем, я сейчас... Не, ну просто, понимаешь, я это указывал в Фейсбуке, понимаешь, что люди не понимают, что вот этим самым они, наоборот, к себе отрицательно составляют. Хочешь, любой человек тебе столько колоритных демократических личностей покажет, что мама не горюй. Ну да. Понимаешь, ну везде тоже люди... Да это не демократичность, там люди размахивают флагами Новороссии вот этой. И, извини меня, чуть ли не цензурно выражается, но это тоже нельзя. Это же народ... Логика этих вещей, в принципе, понятна и тебе, и мне. Значит, приезд Навального, приезд Касьянова. Касьянов перед этим отмечается в Гуздепе, бежит туда со списком Немцова. Ну в Гуздепе я с ним не был точно, и список я не видел. Да, сдаёт туда российских журналистов, значит, которых просит не пускать на территорию Томштара. Я по телевизору-то видел. Да, значит, не по телевизору, это всё уже однозначно, это всё понятно, не только по телевизору. Я по телевизору это не видел. Мне тоже писали, что я в Гуздепе США получил зарплату. Ну, ты и Касьянов это разные уровни. Ну вот именно. Ну, товарищ Навальный, который обучался в Ельском университете по рекомендации Евгения Марковна Альбаса, знаменитой такой русофобки. Знаешь, ну, это всё понятно. Это то, что их приезд связан здесь с нарастанием вот этих вот сибирского сепаратизма. То есть, не слышал такие вещи? Не, ну, сибирский сепаратизм, это я слышал давно. Ты знаешь, я его не поддерживаю, я противник, и деньги противник. Мне понятен вот этот ход, что они сюда приехали, они приехали подталкивать вот эти тенденции. Но там сибирских сепаратистов не было. Вот Евгений, чего? Нет, может быть, они и были, но так что ты мне? Ну, это всё, ну, конечно, ну ты чё? Ну, не знаю. Не, ну, извини меня, это другое направление. Это вот эти люди приезжали сюда подталкивать. То есть, там не звучали никакие лозунги по поводу от объединения. Вот я тебе тоже сказал. Вот объединённая коалиция демократических сил, она предполагает, значит, что это действительно то направление, куда можно работать для того, чтобы создать в России вот это вот неустойчивое неравновесие, скажем так. Я не знаю насчёт этого. Тем более со стороны Сибири, Урала, Дальнего Востока и так далее. Ну, ты знаешь, если неустойчивое, допустим, нет, если неустойчивое какое-то положение здесь создавать, зачем тогда приглашать таких людей, как я? Потому что я-то против сепаратизма, и ты это знаешь. И везде всегда выступал против сепаратизма. Правильно? Ну, посмотрим. Где тогда логика? Ну, при чём здесь? Там разных людей приглашают. Я просто говорю конкретно о Касьянове и Навальном, что они сюда несут. Ну, это вот. Я так вижу. Я думаю, не только я. Ну, посмотрим. Посмотрим, что это время, как говорится, покажет выборы это. Ну, по крайней мере, сколько денег потратили эти самые, там как развернули. Вот честно скажу, когда нодовцы свои вот эти, ну, акции проводят, никогда мы туда не идём, там не это. Они начинают, там, вот, идите отсюда, валите, там, это, и не кричим никогда ничего. Они просто свою акцию постоят и думают, как только мы какую-то свою акцию, даже маломайскую, даже просто за мир на Украине. Сергей, все равно вот это вот, какая-то вот ажиотаж, как-то со стороны ноды идёт. Согласись, вот, нод тебя обижает. Ну, согласись. А он меня не обижает. Чего он меня обижал? Ты говоришь, вот, проводят. Просто мне, понимаешь, мне просто стыдно, когда вот видишь вот людей, которые ведут себя неадекватно. Тем более я люблю, я стыдно. Тебе не стыдно, когда ты смотришь, что там на Украине происходит, все эти погромы, все эти демонстрации, я... На Украине не только это, понимаешь, происходит. Нам же тоже стыдно, и мне стыдно за то, что там происходит. Помнишь, мы с тобой обсуждали, когда показывали этих самых, которые этим ветеранам цветочки мешали, понимаешь, или это возложить на памятник, хотя львовяне говорили, что потом разбирались с этими хлопцами, понимаешь. Их показывали с разных ракурсов, но в это же время, когда, я говорю, я выложил, кстати, в Фейсбуке, когда шли наши, как говорится, вот украинцы и российские войска в Севастополе, совместный парад, прямо развивались, украинские рядом и российское знамя, и люди шли совместно. Но об этом, ну, это было уже года три, полно назад, да? Ну, это как раз было, до этих событий, да. До этих событий, и кто его знает, может быть, оно бы было это. Сергей, а сейчас уже... Никто же не втыкал в упрек, допустим, украинским военно-морским силам, что они строят какие-то козни там русскому гарнизону, да? Это делали политики, это делали политики, и при чем здесь военные? И военные, и спокойно оттуда, как бы, всем дали возможность решить свои проблемы. Даже без всякой... Просто так получилось, хотя, конечно, могли, просто никто не хотел крови, я считаю. Ну, хотя очень политикам нужна была кровь. Вот были разумные люди тогда, которые не хотели лечить кровь. Конечно, конечно, но всю кровь все равно льется в Донбассе. Кровь разожгли, да, и... Едут он, везут он эти кэшелоны со всей России туда, на юниках. Ну, ладно, я думаю, спасибо за информацию. Вот из первых уст, значит, никто никакого камня за пазуха не держит. Ты будешь пытаться как-то, тебя будут продвигать от демократических объединенных сил. И я надеюсь, что в будущем, во время выборов и дальше, ты будешь приглашать сюда от демократических сил людей для нормальной дискуссии. Надеюсь. Для нормального панирования. Значит, никто друг другу никакие глаза выцарапывать не будет. Никто никого не будет перебивать, орать, как там у Соловьева, и не давать высказаться. Всем дадут высказаться, и, возможно, какие-то разумные аргументы мы будем находить. Да, по крайней мере, надо находить какие-то точки соприкосновения, потому что война, я говорю, это глупая вещь. А войной ничего не решишь. Толку никакого не будет. А это между бывшими, тем более, сессорами советские, в основном советские люди. Ну, все бы это понимали. Видишь, демократы не очень любят советское. Ну, у нас, я скажу, и нынешние чиновники советские не любят. Вот. Это есть такая позиция. Не только чиновников. Так можно их тогда... И высшего церковного иерархата. Значит, они зациклились на антисоветчине. Я там вижу большую тоже опасность. Ведь... Разъединение именно людей. От клеветы до прыгания на Майдане один шаг. Ну, да. Потому что у нас тоже вон прыганье и авертижи, ноутацы. Такая же штука. Ну, и что? Да. Тоже антисоветчики, тоже идут монархисты все. И там подбожье царя храни. Понимаешь, люди не могут воспринимать разумное, объективное, вот саму историю. Они не понимают, что до революции тоже была тьма и мрак. Понимаешь? И такое же насилие и жестокость. И после революции пошло такое же тьма и мрак. Но люди жили в подвалах. Люди вышли кровавого воскресенья. С чего возникло? Оно же не просто так возникло. Не просто так, да. Они думают, что народ просто отупевший. Сейчас сказками заполонило и телевидение, и высшая власть заполонила о том, что вот до революции было так замечательно на русских... Царь Батюшка был такой хороший, такой добрый. Вот эти сказки и мифы, они вбиваются в голову людей, и получается маргинальное прыгание вот и все. Да. Со всех сторон. От прыгания до крови недолго, честно говоря. Так оно уже рьется, уже все, прыгание уже закончилось. Развину точку всегда надо держать. Ну, кто эту точку будет держать, посмотрим. Ладно, спасибо, Сергей. Субтитры сделал DimaTorzok